здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор буквально вчера на канале ксении собчак вышло интервью с тимуром хайдаровым это пластический хирург на которого сейчас полным ходом катит бочку певица слова любовь успенская и многие другие по причине того что он некачественно оказал свою свои услуги им свое время и сейчас они хотят получить какую-то компенсацию а сейчас когда я спросила у вас хотите ли вы этот разбор вы мне многие из вас в комментариях написали а что там разбирать там все равно все проплачено и действительно у вас для этого было целых три причины вот так считать потому что первая ксения конечно была слишком мягко с ним второе это то что после интервью осталось какое-то такой приторно ванильное послевкусие вот согласитесь напишите мне в комментариях насколько вы согласны с этим и третий факт который конечно вообще шила в мешке не утаишь как говорится я на ксению собчак подписана в instagram и вот буквально получается вчера вышло интервью а позавчера у нее на канале я увидела вот это фото и мы видим что у ксении новые груди прекрасные груди мне очень они нравятся но здесь уже факты как говорится говорят сами за себя да как это же неспроста да ну ладно мы не будем сейчас это просто наши догадки да это мы просто делаем какие-то свои выводы это ничем не подтверждено да ну как бы вот просто мы люди думающие и так вот думаем да но давайте я вам все-таки покажу пять фактов которые от нас попытались скрыть или попытались нас запутать в этом интервью да и вот который вы могли и не заметить благодаря тому что там это все было преподнесено под определенным соусом и вот конкретно пять фактов мы с вами разоблачим в этом видео да значит и первый факт он будет уже в первом фрагменте несмотря на то что первый фрагмент у нас по традиции это фрагмент где где мы выясняем базовую линию поведения как человек главный герой реагирует на стрессовые ситуации как он выдает свой стресс каждый человек выдает свой стресс по-разному и поэтому очень важно просмотреть сначала вот интервью да и вот какие самые часто встречающиеся жесты и на каких фразах вот туда и надо копать поэтому давайте смотреть куда мы сегодня будем копать вот прям фразы смотрите на каких фразах он это все реагирует и дальше мы с вами вот это все будем докапываться до самой сути как птички мозгоклюйки до сегодня надо значит давайте включаю первый фрагмент вы разве не понимаете риски я понимаю звезду капризу конечно еще простите пьющую но видите обратили внимание он поправил часы это у него такой жест который выдает его волнение вообще там у него на другой руке еще браслет и он периодически то часы то браслет поправляет и что это значит дело в том что когда человек начинает себя либо снимать либо трогать вот какие-то предметы это жест манипулятор когда человек просто пытается успокоить свою нервную систему тема его очень сильно касается он не может это на это реагировать более ну адекватно как драться не может в данном случае да он должен держать лицо и вот в этом случае телу надо к чему-то притронуться или что-то себя снять до когда вот идет процесс волнения но что это может обозначать в нашем случае да тут я набросала целых шесть причин того ну вот почему он притрагивается или как-то теребит свои вот эти вот часы или браслет но часы в принципе когда вот вы на встрече находитесь и человек начинает как-то тянуться к своим часам и там именно часы не браслет то это говорит о том что человек торопится да хотя тоже и браслет это может обозначать когда человек торопится когда он понимает что повод для встречи исчерпан да и он хочет уйти вот это вот обращайте внимание если вы видите что ваш собеседник начинает обращать внимание на свои часы то это значит что ему это не нравится либо переводите разговор на тему которая его заинтересует и он захочет остаться либо ну сами проявите инициативу и скажите ой я тороплюсь давай в общем прощаться да да то есть не заставляйте его искать поводы чтобы от вас как-то срулить и потом потом вас избегать да то есть сами про если проявите инициативу вы оставите какой-то какой-то возможных потом встретиться да ну это так немножко отступление в данном случае а значит что это может обозначать первое это человек держит руку на пульсе то есть он как бы готов в любой момент реагировать да ну вот такая готовность ну это и часы и волнение да вот время плюс волнение то есть получается готовность действовать дальше это говорит о том что ему не хочется дальше копать ему не хочется вот эту тему дальше развивать третье она это я уже говорила это человек волнуется до 4 человек хочет закрыть тему то есть давай уже закроем время деньги да вот хватит уже об этом говорить да я тороплюсь тоже такая отмазка чтобы избежать коммуникации которая ну не нравится или причиняет какой-то дискомфорт или причиняет неудобств то есть которая опасна коммуникация да а дальше следующая причина это тема скользкая ну и человек хочет уйти ну то есть вот эти вот причины могут привести к тому что человек начинает трогать свои вот эти вот часы или браслет одну давайте дальше досмотрим браслет ой досмотрим на этот фрагмент и самое главное здесь сейчас вот будет уже то ну первое первый факт который я вам обещала из из пяти фактов она сама это часто себе говорила и по распределению я попал в воронеж воронежскую область и уже роздрав надзор видите браслет как бы снимает о чем это говорит он не хочет ему не нравится эта информация то есть вот отправил меня в ближайший университет который может проводить экзаменационную комиссию то есть ты просто застал период когда этих изменений еще не было я да я получил да почему ты вышел из российского общества пластических хирург вышел удовлетворительной оценки а переведены они на русский язык они я же его переводил это же вот я вам покажу хоть и перевод государственного образца нотариальное этот этому тут вопросы наверняка ну то есть ты не смотрите опять прям конкретно снимает браслет то есть вот эта тема она очень скользкая и вот здесь сейчас он прям проколется видел того что они это исправили смотрите ты видел что они это исправили этот человек невиновный человек который только что увидел у него была бы реакция что правда что ли неужели то есть он это не первый раз видит это первый факт а дальше ты это видел и вместо того чтобы объяснить вот когда он предположим если это произошло случайно и он когда-то это увидел да ну потом может ну исправлять было неловко он бы сейчас вместо этой паузы он бы сказал слушай я недавно это увидел но я просто подумал а как это все вот сейчас исправить это это сложно будет это то это все но то есть вот какие-то причины бы объективные назвал почему он это не исправил да то есть получается что он этого тоже не делает у него два два две возможности вот сейчас доказать то что он как бы не при делах он не как сказать это не его вина то что оценки были исправлены ситуация такая если кто-то не понял у него в дипломе были тройки но при переводе ему перевели на русский как будто там четверки и поэтому вот сейчас получается что оценки чудесным образом изменились и ну как бы ксения спрашивает а по какой причине ты это видел ну вот если бы это было случайно сделано он бы объяснил сейчас вот первое он бы вот ну вот две возможности было сейчас удивиться либо объяснить когда он удивился да но этого не происходит идет пауза и вместо ответа на этот вопрос видел он как и не видел когда увидел и так далее то есть вопрос про видел да идет другое объяснение вы приехали в другую страну перевод стоит определенных денег есть специально выведены нотариальные компании которые занимаются у них есть на лицензии забалтывает ненужными фактами нет они нужны они понятно что нужны но он ни разу не говорит о том что когда он это увидел то есть вот факт того что он увидел он и должен объяснить что он с этим сделал да то есть вот когда человек невиновен он говорит слушайте ну так получилось но просто уже руки не дошли в конце концов ну вот да действительно но забавно но я как-то не особо этому там внимание вот если он сейчас это сказал это было бы намного лучше чем то что он сейчас пространно объясняет про то что там вот у них какая-то лицензия умы им заплатил деньги как бы это их ответственность и прочее бла-бла это получается что он пытается на них свалить вину да по сути то вина на по-любому он же это видел он же это знает и сейчас вот он должен объяснить вот этот факт да что он это знает и он с этим живет ты идешь там потратил эти деньги тебе это сделали там и ты довольны бежишь сначала в роз обранадзор что подтвердили все это потом в роздрав драфнадзор это же сдавалась и в роз обранадзор и в роздрав надзор понимаете для меня до новости и в конце еще раз поправляет теперь часы то есть сначала браслет чуть не снял потом часы поправляет и локтем еще и оттолкнул то есть он сначала это стресс показал нам потом притронулся к часам давай закругляться с этой темой и локтем оттолкнул то есть давай все хватит надоело мне уже об этом говорить ну и о чем это говорит в целом в говорит о том что с оценками намутил именно он или он увидел раньше эту случайность так называемую до случайность но не исправил в силу того что ему это было выгодно вот и все все объяснение поэтому то что он там нам бла-бла-бла про всякие росс облнадзор и всякое такое это все просто забалтывание первое я даже не видела всех этих группах да я выбрали оттуда ну да конечно определенная есть особенность работы со звездами определенные риски которые это вот допустим история у меня была пациентка она очень известный блогер очень известный и там видите как он еще поджимает губы много фильтрует старается ну вот сказать только то что надо да ну вот вот здесь вот тема довольно скользкая и он здесь и держит часы держит руку на пульсе вот как раз да и пытается фильтровать свою речь да и и старается сказать только самое хорошее потому что смотрите вот здесь улыбка послушной девочки я много раз говорила кто у меня уже давно на канале когда человек вот уголочки рта старается вот так вот растянуть при этом лицо отдельно да вот именно уголки рта для того чтобы выглядеть красивенько да вот это вот красивенькая улыбочка послушной девочки так когда человек хочет понравиться и вот здесь вот прям четко это прослеживается я же хороший я все знаю я же профессионал да и какой-то малейший там нестыковочки был определенный ряд причин этих нестыковочек там касаемо заживления это все вываливалось в медийное пространство и там подхватывали абсолютно все и при этом я опять же вопрос моего поведения я объясняю что я знаю как это решить я знаю как это довести но это про а слушайте и мы это доводили да ну прога прогу ар я даже не знаю там в чем история но в общем поняли да значит первый момент мы разоблачили идем дальше разоблачать а значит теперь касаемся самой на такой спорной темы да по поводу певицы славы а здесь тоже довольно интересно что он рассказывает давайте смотреть мы звали сколько девочки писали приходите посмотрим косметология процедуры вот и смотрите что девочки писали а девочки просто слали спам извините за французский вот когда он говорит девочки приглашали прийти и он начал перечислять вот косметология там спа ей это не надо вот если бы ей четко сказали что придите на осмотр вот вот этого он даже сейчас не произносит понимаете что он приглашал ее на осмотр о чем речь он сказал что когда там все сделали она походила в определенном белье в течение месяца а потом она ушла в свободное плавание и так он ее ни разу не видел не осматривал но он ее и не приглашал по-настоящему понимаете это одно дело когда там я сходила в клинику в какую-то и они мне за за спами ли уже весь телефон мне пришлось их черный список уже внести понимаете вот это наверное тоже самое было другое дело если бы из этой клинике мне написал доктор и сказал что вы должны обязательно прийти на плановый осмотр там спустя допустим полгода мы должны посмотреть вот ну если вы не придете тогда ответственность на вас например вот я бы тогда точно прибежала понимаете для тем более если у меня были там проблемы но этого всего не было даже вот по его речи мы видим что там был была просто спам рассылка поэтому ну то что он сейчас сваливает на славу да то что она не являлась так в данном случае это он специалист это он должен был ну вот он должен ввести в свою практику какой-то осмотр своих пациентов которые ну то есть получается что он просто делает и выпускает да безусловно у большинства может быть там все нормально но тем не менее если он ведет такую деятельность он должен и понимать что у кого-то же могут быть последствия да и поэтому приглашать более настойчиво и не через спам да 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 там времени нет еще чего-то еще чего-то вот ну как мы реагируем на спам рассылки да когда нам приглашают я сходила на маникюр а мне там из этого салона начинают слать вот эти всякие предложения того что мне не надо поэтому да 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 конечно я с маникюрши в хороших отношениях но это не значит что я пойду сейчас делать все подряд у них в этом салоне вот поэтому и видите а и как так может быть вот кстати вот этот тоже интересный жест когда вот презрение вот это натягивание улыбочки да и челюсть немножечко так повелась надо то есть в течение года слава после операции ни разу не приехал к тебе в клинику но вот мы сняли грубо говоря компрессионное белье вот и в принципе потом только вот общались онлайн виделись где-то может быть на мероприятиях каких-то вот так чтобы прийти показать сказать вот это что это как что делать таких историй не был смотрите опять снимает браслет и мы понимаем что он что-то либо что-то скрывает либо что-то вызывает в нем стресс и здесь конечно же бессознательно он понимает что он как как профессионал это он должен был иниции они и инициировать ее приезд и это делать правильно не в виде вот какой-то там какого-то приглашения на какие-то еще услуги поэтому здесь ну вот то что он сказал то сказал да и и вот трактовать это можно конечно же можно вот как ксения округлила глаза она в течение года не появилась а я не знаю что мне надо появляться в течение года вот я там зубы сделала да а что мне надо появляться если бы мне в доктор написал да я бы пришла если бы я понимала что там надо действительно они у меня выпадут через год если я не приду к доктору ну или там 0 даже не надо меня пугать просто мне надо понимать да вот как человеку который что-то сделал надо ли мне идти тратить свое время если действительно доктор профессионал он бы нашел правильный но не то что нашел а объяснил бы и вызвал бы уже по-другому они просто там да ну в общем поняли да следующее по поводу хорошего отношения к славе тоже это уже касаемо всех межличностных отношений и когда вам говорят я к тебе так хорошо отношусь вот посмотрите как он это делает и мы понимаем что врет как дышит а дышит часто как вы думаете почему слава пошла вот сразу в такой жесткий не знаю скану кто он скажу сразу мы же общались мы же смотрите руки в замке вот общались обсуждали все это и по предлагал вариант смотрите что касается предложения вариантов то они были они были я согласна с ним потому что склоняет голову а то есть склоняет голову не не жестко предлагал какие-то свои условия да а пытался найти компромисс вот как раз поиск компромисса он когда человек склоняет ну вот так склоняет и как бы ищет какие-то варианты увидеть может быть где-то может подчиниться то есть это не прям не прямая голова не не доминирующие какое-то положение а именно вот уже когда человек склоняет голову он готов договариваться и вот здесь он сейчас демонстрирует свою готовность договариваться да действительно он искал какие-то компромиссы но знаете я должна сказать что здесь многое скрыто многое от нас скорее всего с его стороны не озвучивается потому что это скорее всего против него факты и поэтому конечно же он искал какие-то варианты чтобы это замять но ну видимо у противоположной стороны были очень веские причины продолжать это продолжать настаивать на своих условиях видите вот как он говорит вот здесь действительно вот по жестам видно что он искал компромисс он реально искал компромисс я правда к ней отношусь очень хорошо мы с ней видите а вот это вот как он к ней хорошо относится смотрите презрение сжимает губы качает головой нет потом в конце вообще сжимает губы сейчас смотрите очень но просто так замечательно я к ней отношусь вот вот именно так он хорошо к ней относится то есть если кто-то говорит о том что он кому-то хорошо относится вот с таким лицом знаете что он его ненавидит лютой ненавистью да так что я не могу сказать что мы там были лучшими друзьями но у нас были довольно-таки дружеские теплые отношения да 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 но замечательно но и второй факт который здесь хотелось бы озвучить это то что много информации он нам не сказал информацию преподнес в нужном контексте но естественно он со своей стороны постарался сделать так чтобы мы подумали о нем хорошо это понятно неудивительно в любом интервью любой человек и вообще в любой беседе человек будет отстаивать свои интересы но многие вещи он попытался спрятать и не намерен говорить и к славе он относится плохо кстати вообще я капитан очевидность до сегодня отчего ему к ней хорошо относиться они же судятся или или собираются но не знаю в общем относится к ней плохо этот факт мы тоже ставим на галочку а дальше следующее по поводу конфликта вот меня давайте сейчас где-то кто-то рядом подкинул идейку понимаете видите как он плохо относится к тому кто рядом очень плохо и он видимо знает кто и ее надоумил да и очень плохо к этому человеку относится вот и это не было как гром там среди ясного дня и что тогда пошло не так насколько я знаю вы говорили даже накануне того как она стала выкладывать это в паблик что тогда произошло что вот вечером я так понимаю вы поговорили все было нормально утром не нормально уже был я посчитал что те условия которые она предлагает но они неприемлемы какие 5 миллионов рублей вот она прямым текстом сказала смотрите как он говорит голова на бок то есть полюбуйтесь да давайте посмотрим на ее плохое поведение да на нее саму челюсть висит на весу и подвижно вот это вот знак того что человек готов драться вот смотрите сейчас вот как то есть и видимо этот момент я немножко срезала ну вот он прям прям по повел челюстью и вот она прям на весу типа 5 миллионов рублей так так сказал прям я за эти деньги ну вот под это бессознательно такая строчка на лбу и я за эти деньги порву нафиг да ну вот примерно так вот с таким лицом говорят вот такие вещи надо а значит а я я кстати не понимаю почему такая сумма и и но с другой стороны я думаю что там есть на это причина ну не знаю не знаю я не в теме вообще вот конкретно этой разборки но вот глядя наблюдая за участниками ну вот в данном случае за ним да я понимаю что там все таки не просто так там это же неспроста и еще какие-то факты будут всплывать сейчас всплыли просто факты с его стороны да я думаю что ксения обязательно сейчас воспользуется ситуацией и возьмет интервью уже у певицы славы и там мы получим более подробную информацию сможем уже сопоставить но здесь уже видно что человек многие факты скрывает а и старается показаться прям вот таким белым пушистым но таковым не является по многим показателям и вот в данном случае сейчас вот фрагменты мы включим что касается поведение его адвоката конечно да это в шоу-бизнесе хорошие плоды дает черный пиар мы прекрасно это знаем например там оля бузова когда там с этой я клаву коку кстати вот собиралась разбирать смотрела интервью и там вот они вместе отдыхали и бузова типа подыграла типа я пьяная а потом из этого создался инфоповод все шишки полетели на клаву коку ну в общем вот получается что ну в шоу-бизнесе создавать вот такие инфоповоды и чтобы люди об этом говорили это большой плюс а человеке начинают вспоминать его начинают цитировать ну то есть человек взлетает на вершину какого-то инфоповода и о нем все резко начинают говорить да у его популярность возрастает и это классно но вот он просто ошибается очень сильно в корне ошибается когда доверяется вот этому адвокату который вот на этой теме да действительно он собаку на этом съел и он на этом сам поднялся и его бизнес процветает благодаря вот этим хайповым темам но здесь то речь идет не о шоу-бизнесе а речь идет о пластической хирургии и женщина с деньгами вряд ли пойдет к такому пластическому хирургу который оскандалился понимаете женщина с деньгами ну во первых лицо его не нику ну это его можно доверить вот только человеку которому ты доверяешь целиком и полностью а когда человек подмочил свою репутацию вот он получается что рубит сук на котором сидит но тем не менее вот на данный момент я считаю что он ну вот собирается и дальше придерживаться этой линии поведения потому что адвокат его в этом скорее всего убедил ну давайте посмотрим фрагмента то я слишком много говорю такого что вот как раз в этом фрагменте мы узнаем то он начал отвечать об этом деле я так понимает согласованная позиция сисечный бум ну то есть согласованная позиция ксения здесь очень четко обозначает то есть вы в одной лодке находитесь да твой адвокат и ты слушайте это какие такие высказы и смотрите и здесь пошел опять манипулятор то есть он как бы отвлекается на ладонь да то есть он здесь опять волнуется да он не теребит свой браслет но он волнуется да и дальше смотрите вот этот жест очень показательно вы понимаете у него немножко потирает ладонь ладони это центр энергии да и когда мы потираем ладони это значит мы активизируем энергию значит в этом есть какой-то патент мы видим в этом какой-то потенциал и потирая ладони он дает понять что он вместе они вместе эту стратегию разработали и придерживаются то есть даже если не вместе разработали он считает что вот вот эта стратегия приведет к успеху понимаете ну потирание ладони это вот когда ты там готов что-то делать начать да вот вот перед самым началом типа проверка проверка энергии да и пошел в бой и получается дальше оскорбительно видите дальше он пожимает собирает руки замок до закрывает и досада вот смотрите потер руки руки замок и видите как сжимает губы то есть получается что здесь идет но целый комплекс разных эмоций во-первых да они вместе да это для них такая стратегия они выбрали но здесь идет еще и злость он бессознательно видимо понимает что он рубит суп на котором сидит понимаете и вот такая злость и ну вот вот это вот все уже противоречивые немножко эмоции сиськин бунт возник на том месте когда понадобились еще и на деньги людям и они сказали что что-то их не устраивает то есть женщины хотят быть красивыми хотят исправлять себя грудь и вот так сразу пренебрежительно говорить это сисечный бунт не кажется что такие высказывания вашего адвоката наоборот только дискредитируют и настраивают против вас здесь есть такое ну я вам так скажу у него определенно своя позиция он в этом плане высказывает свою точку зрения опять же не сказал что мы там мы с доктором решили назвать это так или там доктор там эти все высказывания конечно же несогласованность но браво браво у адвоката своя позиция догнать надо и такого адвоката ты 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 ставишь на кон свой весь бизнес благодаря высказыванию вот таких вот адвокат и и этот адвокат тоже по лезвию нога ножа ходит его бизнес тоже не настолько но скажем так имеет такую возможность черного пиара да безусловно он на этом черном пиаре тоже выезжает очень неплохо но тем не менее когда вопрос очень серьезный мне кажется что вряд ли к нему пойдут вот для того чтобы но я думаю надо с адвокатом это уже отдельная история да но что касается вот сейчас произошла такая знаете манипуляция чтобы скажем запудрить нам мозги он даже две манипуляции первое он сказал это адвокат так считает но на самом деле мы помним он потёр руки это это общая стратегия такая он согласен с адвокатом если бы он был не не согласен с адвокатом он был уже давным-давно отказался от услуг этого адвоката это первое второе он доводит до абсурда да вот эту ситуацию что это же он сказал он что сказал что я это сказал что ну то есть вот это вот забалтывание говорит о том, что он хочет просто увести разговор в другую тему, эта тема для него довольно болезненна, он бессознательно 100% понимает, что он разрушает свой бизнес вот таким поведением его адвоката, но адвокат ему внушил, видимо, или какие-то еще причины того, что пока они вместе, да, и пока он не собирается от него отказаться, хотя может и откажется в ближайшее время, кто знает, но в данном случае вот они все-таки с адвокатом вместе, и то, что он там пытается так сказать, что я вообще отдельно, это неправда, он вместе с адвокатом, это третий факт, который я вам обещала здесь развенчать, да, ну, четвертый факт, это просто вообще прокол самого свидетеля, вообще так интервью так интересно построено, тут случайно вообще зашел Филипп Киркоров, и как давай его нахваливать, там половину интервью, Филипп Киркоров льет дифирамбы просто своему этому хирургу, да, своему другу, но это явно есть на то причины у Филиппа, но все-таки, тем не менее, кто-то из вас мог на это, скажем, ну, этому поверить, но сам же Филипп, он, конечно, актер блестящий, вот хороший, хорошо он прям, вот особенно дифирамбы петь, ему вот хлебом не корми, но прокололся, конечно, по-детски, давайте смотреть, мне надо, у меня закрывается чуть-чуть уже века, остаться, я ничего не делаю, не знаю, мне... Да, я ничего не делаю, сказал он. По-моему, не надо делать. Не, ну ты, вот, шрамик у тебя тут есть, понимаешь? Где? Ну, вот, вот это вот. Это разве шрамик? Ну, мне кажется, да, чуть-чуть. Не, нет, я ничего не делаю с глазами, у меня нет шрама. Ну, ладно, блефаропластику ты не делаешь. У меня нет ни этого шрама, посмотри внимательно. Лицотюра. Я молчу вообще, я просто, я... Ну, и тут они оба прокололись. Первый прокололся эмоции испуга. Второй прокололся тем, что сказал не ту фразу. Он сказал, я молчу вместо, мы ничего не делали. Если бы вот у них, ну, по крайней мере, хирург не делал бы этой операции, он бы сказал, мы ничего не делали, не делали, Филипп, может, ты где-то в другом мире? Ну, то есть он бы сейчас удивился, но удивления не было, да. Это первое. И второе, он не сказал факта того, что вот он ничего не делал. Вот это вот два факта. Еще сейчас лицо мы его посмотрим, и там все будет видно, понятно, да. Значит, этот Тимур прокололся вот по всем пунктам, да. То есть первый соучастник слился. Сейчас давайте смотреть. Вот этот, конечно, смотрит с испугом и удивлением. И... Нет, 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 нет. Ну, может, он тебе не сказал. Вот, смотрите. Смотрите, вот, вот, вот лицо Тимура, и мы видим, что тут действительно вот вся нижняя часть так напряжена, да. То есть это скрываемые эмоции. Это, ну, и голова опущена. Ну, то есть получается, что все там было, все там было, и он сейчас, его задача просто промолчать, да. Так ведут себя лжецы, когда, ну, вот стараются... Есть факт лжи, и от этого факта лжи надо побыстрее увести, чтобы там не копались, потому что там раскопают все, да, что я скрываю. Вот, поэтому он ведет себя как настоящий лжец. Что касается Филиппа, там тоже, значит, картина масла. Есть все равно? Ну, вот, Саш, ну, и давай так, если и была блефоропластика, то она была сделана охуенно. Вот, давай так. Все, на этом остановлюсь. Вот, смотрите, а теперь он ведет себя как настоящий лжец. Вздох облегчения, то есть нашли, наконец-то, компромисс, да, который устроит более-менее и одну, и другую сторону. Ну, вообще, на самом деле, блефоропластика, вот я, например, делала ее, и если мне начнут вот как-то так уколы... Если я, ну, во-первых, я никому не буду говорить, что я не делала, да, но если я буду утверждать, что я не делала... Ну, факт, он есть или его нет? Факт есть. И поэтому, когда он есть, ну, как бы тут уже, получается, вот эти вот уходы в сторону, да, ну, не то, да. Вот если бы его не было, этого факта, понимаете, он бы сейчас утверждал, он бы сейчас доказывал, что, ну, ты что, это, может, вообще не имеет отношения, ну, то есть он бы сейчас не испытал облегчения, когда ему сказали, этот факт есть, но он очень хороший. То есть получается, что согласиться с фактом лжи, если этого не было, человек невиновный никогда не согласится, даже вот при наличии такого компромисса. Он все равно, даже если вот в целях того, ну, чтобы не поссориться, например, да, он бы согласился, но без этого вздоха облегчения. Он бы сказал, ну, хорошо, Ксения, давай мы на этом остановимся, просто потому, что я ценю нашу дружбу, да, вот какая-то такая была бы оговорка, да, он бы, вот вздоха облегчения не было бы. А здесь получается, что вздох облегчения как раз и говорит о том, что вот это вот говнецо просто прикрыли салфеточкой очень удачненько и, в принципе, всех устраивает. Да, поэтому он обрадовался и дальше, ну, видите, и дальше он вот пошел уже радоваться, да, и вот когда Ксения это выясняла, он сжался, сжался и вот как-то вел себя очень неуверенно. Человек, который невиновен, он будет доказывать, он будет наоборот вот в эту тему внедряться, он будет какие-то факты находить, да, предъявлять эти факты. Но здесь было совсем другое поведение, он сначала сжался, пока там Ксения вот в этих, ковырялась в его глазах, да, искала эти шрамики, а потом, когда она нашла какую-то вот, какую-то салфеточку, которую можно прикрыть, он обрадовался. Вот это вот прям четко сливает его позицию, да, и вот все его выступление, которое там на полинтервью, какой это классный хирург и все такое, мы понимаем прекрасно, что все это договорняк полнейший. Вот и то, что он появился в это время именно, это просто вот театральное представление, вот и все. Поэтому, ну, красиво, красиво было, очень эффектно, очень вовремя, вовремя зашел, да, ну прям вау. Работа, филигранная работа, которая не оставляет даже и следа. Ведь что такое операция? Это труд. Ой, ну, все, вышел на сцену. Не знаю, что там, Тимур ему за это все сделает, но что-то сделает явно. Так что ждем Филиппа еще более обработанного. Да, то есть четвертый факт, свидетель прокололся по полной программе, все это было подстроено от начала и до конца. Да, все это появление Филиппа, вот эти его дифирамбы и все остальное. Поэтому, ну, будете смотреть, делите это все на 100 вообще. Все, что говорит Филипп. Да, поэтому вот так вот, одна маленькая деталь, да, разрушает весь карточный домик. Да, лжец всегда прокалывается на какой-то маленькой детали. Будьте внимательны именно к деталям, это очень важно. Ну и дальше. Здесь я хотела вам показать, что для Тимура самое главное в его жизни, ну, вот, что он бессознательно, как сказать, может быть, даже он неосознанно, но для него самый главный мотиватор, я считаю, что именно это. Вот, ну, давайте смотреть. Ну, мы зашли в партнерство, вот, до роста определенного, как говорится, внутреннего уровня такого, что вот все готов и прям нужно, и со всех, наверное, щелей уже. Ну, вот, вот это вот, это то, что он осознает, вот этот успех, который, ну, вот он, которому он шел, вот это вот успех, который на вершине айсберга, да, вот, то, что он, в чем он признается себе, да, его цель, она достигнута, и он об этом говорит и открыто, можно сказать, улыбается, да, то есть это счастье, это достижение цели, это понятно. Но есть одна важная цель, которую он, ну, по крайней мере, пытается как-то завуалировать, и вот эта цель, она, я считаю, главнее, потому что она прямо из бессознательного, и пока возможно, что он сам этого не осознает на 100%, но вот для него это важнее и приятнее. Лезли предложения, давай сотрудничать, давай клинику, уже нужно, уже такой масштаб, то, что летят со всего мира, много операций, узнаваемость. Вот, на слове узнаваемость, видите, вот это вот, вот это, вот это жест, вернее, эмоция, она, смотрите, такая интересная, я на своем курсе эмоции про нее много рассказываю, вообще она трактуется и как страх, но страх такой именно, знаете, самый большой страх у людей, ну, мы все стадные, да, мы все живем всегда, наши предки старались жить скучно, чтобы обороняться от опасности и так далее, и если человек как-то провинился, его выгоняли из стаи, почему, и это для него равнялось смерти, потому что человек в одиночестве не может выжить в условиях, ну, вот природы, да, потому что там много хищников и так далее, много опасностей, поэтому в нас вот этот страх быть выгнанным из стаи, самый большой страх осуждения, и, смотрите, вот страх, страх это первое, то, что вот это делает, второе, это сравнение, это как презрение, то есть я должен всегда быть в какой-то серединке, чтобы не быть отщепенцем вот этой группы, да, чтобы меня не выгнали, не вести себя как-то девиантно, чтобы не показалось, что я не соответствую этой группе, и чтобы не быть изгнанным, да, и поэтому человек всегда в каких-то рамках, и как только он к этим рамкам подходит, или он видит, что кто-то подходит, да, или, ну, вот кто, он общается с кем-то не на том уровне, да, у него могут возникать вот эти вот, это как неловкость, да, неловкость, которая, страх и вот сравнение своего поведения с тем, которое принято, понимаете, и вот оно не сходится, и тогда человек, вот этот свой страх того, что я неправильно себя веду, или он неправильно себя ведет, он выражает в виде вот этого, понимаете, и вот это вот сравнение, именно социальное сравнение, оно вот показывает как раз вот это вот, и сейчас вот эта реакция со стороны Тимура, говорит о том, что он на это, на это слово, он реагирует, он, так, а что, что-то не работает кондиционер, странно, да, в общем, получается, он реагирует на это слово, да, узнаваемость, и вот это вот как раз, ну, для меня подсказка, что для него очень важно быть узнаваемой, медийной персоной, то есть для него важнее всего даже не его продвижение как хирурга, а продвижение как медийной личности, и он это, не знаю, насколько это осознанно с его стороны, но для него это очень важно, ну вот не было бы важно, не было бы реакции, понимаете, реакция есть, причем реакция как раз соответствует тому, что я хочу соответствовать, да, вот этой медийной, вот, роли, да, и, соответственно, смотрите на меня вот так вот, вот. И после этого, конечно, на меня посыпался просто шквал заявок от СМИ, я парень молодой, зелёный, я сейчас уже поработал не с одним десятком там звёзд, медийных личностей, вот, и сколько интервью уже было разных. Видите, здесь уже чуть-чуть по-другому, скрываемая улыбка, то есть он всегда реагирует на, ну, вот таким вот, либо вот этим, либо улыбкой, да, вот реагирует на свою медийность, вот это вот. Молодой зелёный, но при этом я позвонил. Ну, то есть получается, для него вот этот факт важен, но он старается его не афишировать, не показывать, возможно, он стесняется этого, возможно, он старается нам не показать, но для него я считаю, что самое важное – это медийность. И вот это вот пятое, как раз, пятый секрет, который я для себя, можно сказать, вывела, это то, что узнаваемость – его главная зацепка. Это человек очень амбициозный, и для него важнее всего даже не его деятельность, не его вот как… Это, ну, это уже чисто, наверное, мой вывод, да, и которым я с вами делюсь. И, кстати, как вы считаете, что для него самое главное, ну, там, судя по интервью и по всему, что… Я прошу прощения, кондиционер перестал работать, стало жарко. Да, ну, в общем-то, с другой стороны, я уже и заканчиваю. Да, напишите в комментариях, что вы считаете по поводу моих выводов. Возможно, что я чего-то не заметила, поэтому в комментариях мне, пожалуйста, ну, вот посмотрите это интервью, я в комментариях, ссылочку на это интервью, хотя наверняка вам оно вышло в рекомендуемых, потому что Ксения Собчак, когда выходит, ну, у меня, по крайней мере, сразу эти все видео, ну, вот, предлагаются к просмотру. Не знаю, как у вас, но ссылочку на это интервью я дам под видео. Не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео. Я его уже второй раз записала, вчера записала, но со звуком была беда, поэтому, вот, видите, сейчас еще раз переписываю. Ну, лучший враг хорошему, да, как говорится, что делать. Ленивый делает дважды, да, ну, вот так вот. Так тоже бывает. Главное, все-таки, что я это сделала, я записала и сейчас выложу. В общем, лайк, дизлайк видео. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Мы всегда делаем интересные разборы, мы всегда заглядываем, заглядываем, всегда стараемся заглянуть под то, что от нас скрывают, да, выяснить правду, ну, надеюсь, что вам понравилось. Да, я с вами прощаюсь, до новых встреч, люблю вас всех очень сильно, пока-пока. Пока.